Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Маглаксон, ребята. И добро пожаловать на продолжение прохождения игрушечки Сталкер Чистое Небо. Ребята, это шестая серия. Во-первых, я пропал на пару дней. Это новость номер один. Новость номер два, я думаю, вы либо видели у меня в Телеграме, либо уже заметили, что я сижу в новом месте, у меня новый фон. Все немножечко поменялось, ребята. Это еще пока не конец. Вот эти вот торчащие полки скоро пропадут, поэтому, ребята, кому это, возможно, не нравится, да, вы не волнуйтесь, это скоро пропадет, ребята. Также в комнате у меня сейчас, возможно, небольшое эхо за счет того, что здесь еще нету мебели, которая скоро появится, поэтому, возможно, на видео вы будете слышать эхо. Так что, ребята, если что, извиняйте, скоро от этого я тоже избавлюсь. В общем-то, вот, занимался переездом в новое местечко, так сказать, на новое местечко. Теперь у меня есть хороший такой уголочек удобный, с собственным фоном в виде стены. В общем-то, ребята, вот, кто не видел, я писал об этом в своем телеграм-канале, предупреждал, вот, поэтому, ребята, если не подписаны, да, загляните, как бы, по ссылочке в описании, там есть, можете подписаться, вот, и следить. В общем-то, что, ребята, давайте будем, наконец-то, продолжать. Я уже соскучился и по сталкеру, и по GTA. Сейчас все буду проходить, ребята, дальше проходить, снимать. Давайте, в общем-то, продолжать. Да, это у нас шестая серия, по-моему, если я не ошибаюсь. Загружаем игру. Так, вот мой мир последний. Когда я сохранился, ребята. Так, давайте вспоминать, в прошлой серии, я сейчас, конечно же, память немножко освежил уже. Мы с вами... Здравствуй. Мы с вами ходили, ребята, и искали клыка. Ну, все, поговорили. А также, точно, вот, мы пришли на базу свободы, и здесь нам их капитан сообщил о том, что есть крыса, значит, да. И крыса это является комендант, который сбежал. И теперь нам нужно, ребята, его найти. Так, что я хочу сразу сказать, это то, что я хочу сделать потише игру, это точно. Как будто бы она слишком громкая какая-то. Теперь слишком тихо, ё-моё. Вот так, сделаем, ребят, хорошо. Все, думаю, нормально. Ну, в общем, что? Так, давайте вспомним, как вообще у меня дела обстоят с инвентарем и прочим, да. В целом, вроде, все неплохо, ребята. Вы мне посоветовали купить нужный мне бронежилет. Желательно какой-нибудь уже. Ну, сейчас давайте, я выполню задание, наверное. Затем... Затем буду покупать. Я надеюсь, что я смогу выполнить задание в этом бронежилете. Блин, сейчас еще ночь на улице, прямо как я не люблю все время. Очень не люблю, когда на улице ночь в сталкере. Меня здесь это прям бесит. О, а я помню, ребята, эти трубы. Блядь, я могу здесь выбраться. Я могу здесь выбраться на землю. Да-да-да. Я тут ходил. Ой, или что, здесь все завалило, вы хотите сказать? Здесь был проход раньше. Алло. Алло. Что за дела? Твою мать. Ребята, походу нет. Облом. На этот раз я здесь просто не пройду. Элементарно. Ладно. Бля, ну, ребят. Ну, вы угораете. Ну, какой-нибудь путь. Бля, ну, я не хочу обходить базу сейчас всю вокруг. Еще энергии мало. Ладно, ребята, как обычно, как обычно, чтобы не тянуть время, я скоро к вам вернусь. Задание выполнено, найти коменданта. Подождите. Это... Продолжаем, да? А, помочь, да-да-да, помочь в свободе уничтожить наемников. Так, окей. Ребята, я где-то умудрился радиации хапнуть. Сам не заметил. Sorry, sorry. Ладно, бежим. Я думал, это побочное задание. Ну, одно из побочных. Так, опаньки. Так, это свои, это свои. Хорошо, погнали, погнали. Сейчас посмотрим, чем мы можем им помочь. Что случилось тут вообще? Видимо, вон там обстрел идет. А чего вы стоите тут, алло, там, если сражаются наши? Или вы меня ждете? Алло. Мужики, вы что? Не нужно стоять. Нужно идти. Помогать нашим. Хм. Не, ну вы гляньте. Помогите, главное, свободе, да? Уничтожить отряд наемников, а сами стоят. Ладненько. Сейчас глянем. Что можем сделать с этим? Так, нет. Ну отсюда я точно ничего не могу сделать. Наверное, все-таки нужно к воротам. Ах, ладно, ладно, друзья, сейчас глянем. Так, так. Давай, блядь. Блядь, я боюсь по своим нахуй начать стрелять. Надо сначала определиться, кто враг. А кто свой. Так, все, понял, это враги. Там свои за забором. О, сука, ты что, вылез ты откуда? Я же обосрался. Ребят, я бы сохранился. Да, блядь, что это такое? Что-то волына клинит. Так, ладненько. Помаленьку разбираемся. О, блядь, как хорошо. Так, помочь, что будет выполнен. Так, новое задание. Взять КПК. Верю. Окей, сейчас сделаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Я, ребят, похоже, понял. Я теперь, похоже, буду уходить с этой пушкой. Вот, с новой. И, возможно, даже от стареньких избавлюсь, да, от каких-то. Как минимум, уже сразу я могу сказать, ребята, что я готов избавиться от дробовика. Думаю, он мне не нужен. Вот, ребят. Сейчас просто, видите, у мужиков все, начались патроны сейчас, которые те, я, ну, те, которые у меня в этой, в этой пушке стоят. Вот. Так, давайте берем КПКшечку, да. И идем так. Это проводник у нас. Хорошо. Не, ну это хамство. Убери оружие. Охуел. Вот он, крыса. Крысеныш лежит. Давай сюда. Валим, валим обратно. Кстати, у меня вопрос, ребят. А мы можем добраться сюда? Через проводника? Это же база свободы, правильно? Ты это, не б... Рот. Так. Ой, нет, ребят, это... Это что-то, что-то не те места, не совсем те места, куда мне надо. Ну ладно, ребят, слушайте, я уничтожил коменданта, в принципе. Хорошо, что мы его нашли, обезвредили. Понес КПК, тогда отнесу сейчас. И разберемся, разберемся, да, порешаем вопросики, посмотрим. 400 метров буду бежать, встретимся там, на базе уже. Так, все, друзья, шички, я добрался до базы. Наконец-то. Побежали сначала вот на граду, да, наверное, получу. Так. Ой, нет. Я не отхотел. Во. 3000. Вот, это хорошо, ребят, мне как раз на броню нужны деньги. Так. Торговаться. Ну, нет. Продавать я ему ничего не хочу из своих вещей. А так, ребята, надо пошлить, отнесем КПКшник, получается, этого крысеныша в главе свободы. Вот. И потом пойдем дальше. Так, он у себя, видимо, на втором этаже снова. Харшун. Здравствуй, здравствуй. Но, пасаран, спасибо за помощь. После перестрелки на ферме понятно, что за нападениями на свободу стоят наемники. И данные с ПДА коменданта тоже это подтверждают. Но тут появляется другой вопрос. А на кой ля дано им надо? Ведь мы до того всегда держали нейтралитет. Тогда, получается, они контракт выполняют. Вот только чей? Долго или военный? Вот здесь пока с ответами не очень. Но это уже моя забота. Ну да, все, я помог. Так что давай ты ко мне теперь помоги и скажи, где клык. Ты свою часть договора выполнил, так что слушай. Да, 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 давай. У нас он искал редкие детали. А мне стало интересно, с какой-то радостью ему вдруг понадобится. Мне так все говорят, что он искал редкие детали. Да, я вам вопрос, он не ответил. Не мое, мол, дело. Только я ведь пасовать не привык. В общем, нашептал к технарю нашему. Он частоту ПДА, клыка и хакнул, чтобы я пару дней проследил, куда хозяин направляется. А направлялся он, что, на свалку. Там его ищи. Кстати, частоту клыка я сохранил и тебе уже скинул. Так что дальше дело техники. Его местоположение теперь у тебя на ПДА отмечено. Ну ладно, ладно. Ну что, поможешь свободе еще раз? Не, спасибо. Как-нибудь потом. Так. Хорошо. Удач, будет полезная информация, приходи. Все, наконец-то мы разузнали, куда нам дальше двигаться. Так, ребята, я бы в нете кого нашел. Здесь. Нашел бы одного персонажа какого-нибудь. Стой. А у них есть на базе кто-то, кто торговец? Типа оружием, там, броней. Коменданта. Все, нету. А, подождите. Шота. О, шота. Это у нас шота. Он что у нас? Кто он? Слушай, повезло тебе. Здорово. Здорово, братья. Здорово, дорогой. А я обману на шота. Так, смотрите. У него есть... У него есть оружие, но... Мне нужна броня. Но его... Ему я могу зато продать хотя бы калашик. Какой-нибудь. У меня два калаша примерно одинаковых. Ну, да. Стоят. Одинаково. Так, ну, он дает за них, конечно, копейки. Но продать я могу их в любом случае. Один, точнее. Пока что только один. Так, ребят. И, блин, бронежилет. Я не знаю. Жалко, конечно, что у тебя их нету, друг. И вот я думаю. Могу ли я здесь найти у кого-то их? Там у нас, типа, бармен. Здесь у нас ашот. Но должен быть, ребята. Должен быть военный какой-то еще. Мастерская. О, возможно, кстати, здесь. Вот бронежилеты какие-нибудь. Давайте глянем. Я еще даже не знаком. Яр. Денег заработать? Ну-ка, ну-ка. Не, пока подожди. Пока подожди. Так. Будут проблемы, пожелания. Обращайся. Это улучшить. Так, а это... Это проводник. Как так? У них на базе такого человека даже нету. Очень странно. Ёб. Где мне бронежилет купить тогда? Я даже не знаю, ребят. Это у нас что? Проводник тоже. Да. Интересно, конечно. Боюсь, без брони мне сейчас херово будет, ребят. А что делать? Где искать? Что-то я, честно, пока не могу понять, где мне достать броню тогда сейчас. Куда ты меня можешь отвезти, друг? Темная долина, стоянка на ферме. И темная долина, холл завода. Ну-ка, это где находится вообще? Вот стоянка на ферме. Так, еще какой-то холл... Холл завода. Ой. Ой, ребятки, не понимаю. Да. Только здесь ты найдешь тех, кто прикроет тебе спину и поделится последним куском хлеба. Да. Ладно, друзья. Мне все равно сейчас в любом случае идти куда-то примерно в эти края. Так что... Сейчас, наверное, с проводником дойду до сюда. И потом... Топ-топ-топ. И вот сюда. На свалку, ребята. Я не знаю, как я буду сражаться. У меня нету брони. Я не знаю, где ее купить. Я, конечно, сейчас еще пошарюсь по базе, ребят. Но если ничего не найду, то... Посмотрим. А, ребята, смотрите. Я, оказывается, у этого чувака могу бронежилет починить за 1937 рублей. Ну-ка. Что, реально все? Реально починил. О, ребят, все. Фу. Слава богу. Я уже... Я уже, блин, испугался, что это сейчас... Не смогу починить себе нормально и ничего. Ну, слушайте, это хорошо, это хорошо. Я бы мог починить винторез, но мне на него патроны нужны 9х39 миллиметров. А я, ребят, такие пока что еще не находил. Будь здоров, парень. Спасибо, вы очень выручил, друг. Я хотя бы буду еще немножко жить. Мой дождь. У меня вопрос. А патроны... Патроны. Это вот у этого. Сейчас посмотрим. Если у него есть патроны на винторез, то я его починю. Слушай, повезло тебе сегодня, дорогой. Только сейчас куплю за дорого, продам за дешево. 9х39. Здорово, парень. Я тебе одиномую вещь скажу. Только ты не обижайся. Тихо, тихо. Слушай, деньги не главное, понимаешь, да? Иди, дорогой. Крутые и подкрученные перцы. Только в свободе вас оценят... Эм... Никакого обязалого и идеологического пути. Никаких внутренних побудок и минимум сухого закона. Если ты настоящий сталкер и любишь вольную жизнь среди таких же, как сам, вливайся в наши ряды. Нету, нету, ребята, патронов пока что. Так что пока чинить я его не буду. Займусь этим когда-нибудь потом. Мало ли деньги понадобятся для чего-то более важного. Ну все, ребят. Раз у меня бронежилет есть, оружие у меня есть, еда, аптечки, бинты много. Все, ребят. Я думаю, я готов пойти на свалку. Лучше уже не будет. Так что давайте я двинул до прохода. Там мы с вами увидимся. Так, ребятки, все, я подошел ко входу на свалку. Здесь стоят мужики. Так, ну это, видимо, нормальные мужики. Свои. Как минимум нейтральные. Ладно, все, я прохожу, да, спокойно тогда. Без проблем, я так понимаю. Все, да, переходим на новую локацию. Я согласен. Поехали, поехали, друзья. Хоть бы не завалили, а. Так, радует, ребята, что встречают свои. Свои. Ниже? Да. Слава богу. Один мужик говорит врачу. Доктор, я за все перестал спать. Вот столько лягу, мне сразу же снится, будто я за... Здравствуйте. Так, а вы что тут? Ну ладно, пофиг. Догнать клыка, значит, следовать за сигналом КПК. Да, ну ладно, погнали. Просто бежим, ребят. Даже пока врагов-то особо нету, но... Не зря меня предупреждали, видимо, о чем-то. Возможно, что-то будет очень серьезное. Ай-яй-яй. Это что такое? Кстати, ребята... Я вспомнил, мне говорили то, что здесь, возможно, где-то я могу найти на свалке... Артефакт. Но это и то не точно. Я, конечно, похожу с прибором на всякий случай. Я даже не знаю, как он, ребят, работает. Если вдруг я даже что-то начну находить, я даже не знаю, как это правильно делать. Кстати, возможно, здесь я могу купить бронежилет. Сейчас посмотрим. Так, ну, привет. Здорово. Ты не клык? Макс, самогон. Доброй ночи. Интересует что-нибудь специфическое? Ого. Слушайте, неплохо. Аптечечки у него есть. Косарь стоит. Детектор такой же, как у меня. Да. Так, это не то. Ребята, вот патроны, которые подходят для винтореза. Ну-ка, если я куплю на максимум. На 4300. О, нет. Покупать их, ребят, слишком дорого. Проще находить за бесплатно. Ладно, тогда от тебя мне ничего не надо. Мне надо, ребят, наверх. К остальным. Ладненько, погнали, погнали. Где-то сверху трутся, ребятки. Слышите, да? Где-то трутся сверху, мужички наши. Блядь, хрен залезешь к ним. О, лестница. А что, сразу не могли сказать? Тут нормальные ступеньки есть. На завтра наверняка разберутся. Так, здорово. Я наемник. А, дикий напор. Отвали, мужик. Так, а что, а ты вообще ничего? Эх, свежак, где ж ты? Насчет свежака. Так, а что такое, что за свежак? А, не. Это работа нам предлагает. Слушай, так. Чем он торгует у нас? Ничем интересным. Ты че? Тоже. Опа, халява. Так, видимо, еще выше надо идти. Похоже, ребята все стоят на крыше. Или вот они сидят. Гарин. Ничего. Зануда. Где мой этот? Где мой, блядь, клык? Черт, вот дерья. Ребят, подожди, я не понимаю. То, что у меня... Ах ты, сука. Плохо упал. То, что у меня загорит знак. Вот, то есть он на этой высоте, да? Он не выше меня. Он где-то здесь. А, вот куда мне надо было. Господи. Отличный подвал. А сталкер один за другим, шо дурные прут. Че им тут медом помазано? Нихуя. Жалко, что тут урод смылся. Ай, хер с ним. Прибыта их сбросила нормально. Ага. Короче, хопаем самое ценное и валим. Охуели. Это че такое вообще? Потеря на 14 тысяч. Ребята, у меня все украли. Ситуация изменилась. Кто-то узнал, что мы были в центре зоны и открыл сезон охоты на нас. Надо действовать как можно быстрее. Подробный план найдешь в Танике. Я сменил код. Майор Никита Лебедев. Информация с ПД Аклака подтверждает мои догадки. Неизвестная группа сталкеров побывала в центре зоны. Не знаю как, но они даже умудрились вложить после большого выброса. Лучше бы они погибли. Выбросы не прекратятся, пока дорога в центр зоны снова не станет тайной. Теперь только так. Либо мы уничтожаем этих сталкеров. Либо зона новыми выбросами уничтожает все живое внутри периметра, а то и дальше. Ясное дело, будет лучше, если мы справимся первыми. Но для этого нужно поспешить. В ПД Аклака остались координаты их тайника. Там наверняка мы сможем узнать новые подробности о планах группы. Бля, ребята, они у меня все украли. А какой, подождите, какой тогда прикол... Я не понимаю, подождите. Какой смысл тогда мне был вообще закупаться броней, оружием, что-то готовить? Вы мне сказали, купи брони, вы мне сказали. Как, блядь, я должен был? Это по плану все правильно идет? Так и должно было быть? Тут ничего нету. Бля, ребята, сука, так обидно. Но я же надеюсь, они мне вернут это. Блядь, или я дурак совсем, или так нельзя было делать? Здесь, ребята, очень... Перед очень ответственным решением нахожусь. Подождите. Это я назову... Сейчас. До нападения бан... Бэ не работает. Андитов. А, блядь, я понял. Ладно. Напали. Все. Ребят, на всякий случай оставил тот сейф. Так, это свои. Слушайте, ну ладно, я не знаю, у меня нету другого варианта, как идти, пытаться, пробиваться. Слушайте, мужики, вы не хотите мне помочь? Алло. Вы вообще куда? Мне туда не надо, ребят. Обидно, конечно, что они не идут со мной, но... Мне сюда. Да. Подождите, а что мне задать? А! Вот. Вернуть вещи, отобранные бандитами. Вот, чем мне надо, ребята. Подавали барахолки. Вот это? Ну-ка, побежали, побежали. Вот это мне надо 100%, ребята. Все, туда я иду. Так, ребята, все, я подхожу. Я уже слышу, там разговорчики какие-то. Так, слушайте. Я их не вижу. Почти я их не вижу, ребята. Тихо, 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 бля. Главное, чтобы не убили. Давай, давай, давай. Иди нахер, бля. Вас двое, да? Сука, мне нужны мои бинты срочно. Бля, ребята, кровью, кровью стекаю. Бля, не, пожалуйста. Сука. До какого члена, блядь? Да ты, сучонок, а? Как, блядь? Как, сука? Тварина. Блядь, в того... В того, сука, сразу залетел. Поэтому, блядь, по башке пять раз в упор, блядь, стрельнул. Нет, у меня все равно убил. Дубль два. Нахху, иду снова за своими вещами. Let's go, блядь. Я думаю, надо, ребят, как-то по стелсу ближе подобраться сразу. Давай, давай. Подожди, а куда он делся? Яблочко, сука. Так, хорошо, этот с яблочком попался. Блядь, ски, потрох, сука. Блядь. Блядь, ребята. Как же они меня раздражают, вы бы знали. Давай, блядь, ну давай, я уже не могу, господи. Неужели, господи, ребята? Неужели? Блядь, я сейчас умру от кровопотери. Бинты, бинты, бинты. Срочно бинты мои. О! Господи. Я живой. Мама, я живой. Так, все, можно я эту херню выкину просто? Фу, бля, хомуха. Ребят, это жесть. Два гандона называется. Все, все, забираю, все, забираю. Давай, 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 давай. О, ребятки, слава богу. Я уже успел расстроиться, что я свои вещи все потеряю. Но нет. Они, ребятки, останутся со мной, это хорошо. Ё-моё, сколько брать-то много, а? О, у меня еще гранаты есть, серьезно. Ну, конечно, гранатами можно воспользоваться, но не то, чтобы прям очень много. Так, все, ребят. Все. Я снова во все оружие. Теперь я сохраняюсь, все, quick save. Все, ребят. Теперь я могу спокойно, ну и шоу, уже реально двигать на свалку, получается. А чтобы пройти на свалку, мне, похоже, надо пробиться через бандитов. Вот это, да, единственный путь на свалку, я правильно понимаю? Хо-хо-хо. На кордон. Это вот сюда. Да, ребята, видимо, придется пробиваться с боем. Ну, ладно, благо, сейчас уже время полчетвертого утра в игре. И скоро будет светлеть. Так что, я думаю, пробиваться мы будем уже, когда будет хоть немножечко светлее. Потому что в темноте стреляться, это просто жесть. Это, ребята, смертельно. А вот здесь, значит, нас будут сейчас поджидать приключения. Такие неплохие такие, нормальные приключения. Вон оно, одно приключение уже стоит, ждет. Ну что? Хм-хм. Ребят, сохранение. Вот здесь. Да. Да, погнали попробуем хотя бы. Делать бы с этой пушки, чтобы в голову хотя бы залетело, блядь, они вокруг, все. Так, ладно, он пока не попадает. Блядь, что, клинит, сука. Не-не-не. Очень-очень много потратил лишних патронов на одного человека только. А как зайти к ним? Или подождите, вы хотите сказать, я могу просто их обойти и все? Я могу, может, просто вокруг обойти это дело? И не сражаться даже с ними? Ха-ха-ха-ха. Ебали, никто в музон играет, я понял, прикол. Так, вон, ребят, стоит еще. Сейчас бы снайперку, знаете, было бы хорошо. Сейчас, ребят, восстанавливаю выносливость. И мы куда-нибудь в укрытие сразу сейчас побежим. Можем пока музон послушать. Так, ребят, ну из укрытия вижу только вот. Так, надеюсь, со спины не налетят. Хуйня, хуйней, а, блядь. Ну хуйня, хуйней ж, ёб твою мать, еще и глаз чешет. Те стреляют быть как обычно. Сквозь свой любимый текстурный. Да иди нахер, чел. Сука. Чего его так клинит жестко? У него, у него плохое состояние, что ли, или че? Блядь. Да ты твари наебучая, блядь. Сука, хулить, отклинит так часто, блядь. Ребят, это че за рофл, ёб твою мать, блядь. Это просто сейчас цирк, нахуй, а не перестрелка. Это че? Вы это видите вообще? Ой, ебучий цирк. Ой, блядь. Я не могу. Ой, блядь. Ой, су... Ой, блядь. Ёбаный цирк, а. Ой, суки тупые. Идите нахер. Да отвалите от меня, придурочные твари. Блядь. В упор, вы понимаете? Эта пушка в упор не может попасть. У меня просто жопа сгорает, я не могу. Раната давай, все выбрасывай, ники нахуй. Один, хуй, блядь. Сейчас все бинты заюзаю. Вообще все, что есть, блядь. До скалаша проще, по-моему. Ой, блядь. Это такой бред, ребят. Но я отвечаю. Ну почему они стреляют сквозь текстуры? Это вообще неправильно, блядь. Тогда смысл вообще всей перестрелки пропадает. Того, что я прячусь или не прячусь, блядь, в это... В укрытиях. Вообще абсолютно никакого смысла нету тогда больше. Пиздец, мог бы сразу убрать калаш. Я столько бинтов въебал. У меня их 30 штук было. Я столько аптечек сейчас потратил, вы бы знали. Да и похуй. Я не собираюсь сейчас это все переигрывать и заб, блядь. Уебской этой. За то, что тут кривые игру, блядь, сделали. Сука. Ну реально, ну пиздец. Блядь, тварины, нахуй. У меня жопа сгорела, не могу. Все, нахуй, я сохраняюсь. Я даже не хочу знать, что было до этого. Бегу дальше. Причем базу, блядь, их прошел. Просто на улице маленечко. Чпокнули меня, потому что я, блядь, не мог. Дайте мне сюда свой, нахуй, ящик. Потому что я не мог, ребята, спрятаться элементарно не мог за укрытие. Потому что я сижу за этой трубой, а они меня шьют. Охеренно. Вообще класс. Давай, давай. Поговорить с командиром блокпоста. Все, командир. Ты остаешься на следующий день у меня. На следующую серию, ребята. Мы на этом будем сейчас заканчивать. Возьму снова небольшой перерыв. На этот раз не два дня. В смысле, просто все, пока серийку заканчиваем, да. В следующей серии, так сказать, уже ментально, морально оправлюсь. Все. И, ребята, продолжим уже наш путь непосредственно на свалку. Зайдем. Посмотрим, что нас там ждет. Найдем ли клыка. Вот. Найду ли я артефакт, ребята. Посмотрим, посмотрим. Ну, в общем-то, что? На этом серийка, ребята. Все заканчивается. Всем огромное спасибо за просмотр, ребята. Кто смотрел, да. Кто досмотрел это видео до конца. Если вам понравилось, поддерживайте лайком. Оформляйте подписочку на канал. И, ребята, если вы здесь впервые у меня, да. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Друзья, всем большой удачи. Хорошее настроение, ребята. С вами был я, Маклаксон. И увидимся с вами в новых видео, ребята. Всем пока.